Неприменение подобных графиков грозит развалом системы, скажем так, и срабатыванием автоматической защиты на энергоблоках атомных станций, что в свою очередь приведет к полному погашению всего государства и на восстановление системы потребуется не один час и даже не один день. Поэтому принято решение, прибегнуть к таким непопулярным мерам, во избежание полного погашения Украины и, соответственно, неудобства для всех нас, как для жителей. Нет, по поводу детских садов и школы больных. Значит, в данных графиках мы сделали все возможное для того, чтобы не отключать больницы, не отключать социальные объекты, либо, если отсутствует такая возможность, делать это в послеобеденное время, когда в школах занятия закончились, а в садиках, соответственно, детки позавтракали и пообедали, и у них их и час. Крупные промышленные предприятия, большие суббирные? Ну, я уже сказал, предприятия, что 1 декабря мы их и так отключаем. А порядок как отключается? Значит, кроме населения, также в городе будут отключаться магазины, супермаркеты. Те крупные объекты, у которых есть 2 ввода, то есть рабочие и резервные, мы будем отключать поочередно, не оба ввода сразу, а по одному вводу, дабы все-таки была возможность освещать эти объекты, сохранять продукты, питание и остальную продукцию. Дублирующийся адреса в списке? Значит, в данном графике размещены уже на официальном сайте города, а также на других интернет-ресурсах. Кроме того, это все будет размещено в прессе, и эти графики будут общедоступны. В графиках есть дома, которые попадают на разные периоды, но это не означает, что будет полностью погашен весь дом, не 3 часа, а 6, или на большую продолжительность. Это все вызвано тем, что большие дома имеют несколько вводов, поэтому будет отключаться в одно время один ввод, в следующее время отключенный ввод будет включаться, и отключаться другой ввод, то есть дома будут погашаться по несколько подводов, полного повышения не будет. А те, которые отсутствуют? Отсутствующие адреса в списке. Отсутствующие адреса – это адреса, которые находятся на одних линиях социальными объектами, то есть с больницами, с ВОВД, например, или с девятиэтажками, в которых отсутствуют полностью альтернативные источники энергоснабжения, то есть газ, и, скажем так, это группа, которой по стечению обстоятельств повезло. Скажите вопрос, можно? На сегодняшний день, вот вы уже начали отключать, и, скажем, взяли пример довести людей до шока, как Горгаз. А почему бы вам было заранее взять это все, не оповестить людей, не предупредить, не выступить в прессе, а потом уже отключать? Это вопрос не по тебе. Почему этого не сделано до сих пор? Ну, значит, меморандум был разработан в целом по Никопольскому РЭС, по компании, был разработан 10-11 декабря. Буквально вчера были подписаны эти графики и направлены к руководству нашей компании, а, соответственно, и в Киев, в центральную диспетчерскую УКР-МФ. Сегодня буквально поступила команда о том, что эти графики пора применять. Поэтому отсутствовало понимания, когда же их все-таки применять. Насколько вероятность перепадов напряжения в момент, когда будет подаваться после отключения? То есть холодильники, телевизоры, то, о чем говорят депутаты. То есть возможно ли порча оборудования? Значит, риск всегда есть, как я говорил, даже когда не происходит отключение. Но для того, чтобы при отключении снизить риск выхода из строя оборудования, то после отключения рекомендовано все приборы выключать из розеток и только после подачи напряжения постепенно, не все сразу эти приборы включать. Тогда исключается возможность больших пусковых токов, соответственно увеличение нагрузок и снижается риск выхода из строя оборудования. Какую-то дополнительную информацию вы обещали подготовить. Скажем, людям ставить какие-то защиты, я не знаю, трансформаторы, стабилизаторы, что-то вот. Как население? Дело в том, что когда будет отключена электроэнергия, стабилизаторы не помогут, потому что они без электроэнергии... Нет, при включении именно, то есть даже если дается. При включении можно ставить стражи, есть такое оборудование, они каким-то образом будут спасать приборы, но 100% гарантия опять же это не даст. 99% гарантия, это если приборы будут выключены из России. Графики применяются с понедельника уже, да, или с сегодняшнего дня? Сегодняшние графики уже начали применяться с сегодняшнего дня. Продолжительность применения данных графиков мы не можем спрогнозировать. Однозначно ситуация выровняется после того, как будет решен вопрос по доставке топлива на тепловые электростанции. Скажите, пожалуйста, из любых правил есть исключения. Вы сказали объекты. Вот у нас есть такой объект, который не включен в ваш график, скажем так. Клуб инвалидов АКВА. А нельзя сделать исключение, чтобы его не отключать? Там не такая большая потребляемость электроэнергии, но все-таки. Дело в том, что при планировании отключения мы старались сформировать участки и отключать те участки, которые отключаются дистанционно. То есть, если вдруг диспетчер отменяет график отключения, то мы не тратим время на переезды, а диспетчер непосредственно на диспетчерском пункте через компьютер дает команду на отключение. Если говорить о вашей ситуации, то вероятнее всего этот объект запитан от какой-то трансформаторной подстанции. И это, опять же, будут затраты, потраченное время на то, чтобы отключить это ТП, потом включить это ТП по объекту. Это неудобно, это затраты ресурсов. И, опять же, поверьте, будут жалобы на то, что вот здесь есть свет, а здесь нет. И уже есть примеры, поскольку в Никопольском районе подобные графики вводились уже. И была ситуация, когда одно село, одна улица, но по сечению обстоятельств пол улицы забитана одной подстанцией линия, а пол улицы от другой. И одного свет есть, а у другого нет. Ну и, соответственно, тот, у кого нет, жаловался, что его обидели, обидели. А вы на сессии говорили, что сейчас важен каждый киловатт. Вот есть несколько бесполезных зданий, организаций, которые можно было отключить полностью до конца всего. То есть это исполком, прокуратура, суд. Милицию, я согласен, нужно оставить, потому что, я как говорил уже, что меня еще не отключили, но у меня уже желание кому-то горло перегрызти есть. Вот давайте выключим полностью исполком, прокуратуру, народный суд и другие там список будут. Есть такая возможность? Раз мы инвалидов отключаем, тут тоже инвалидов хватит. Данные объекты, это социально значимые объекты. А инвалиды незначимые, да? Они имеют первую категорию энергоснабжения. Перерыв данных объектов, он исключен. Эти объекты в любом случае должны находиться под напряжением. То есть это люди сами должны выйти и обрезать, да, я так понимаю? Я не могу на этот вопрос ответить. Скажите, по населению эти списки, это ежедневные или как бы оно будет плавать? Нет. Значит, применение вот этого графика зависит от команды диспетчера Украина. Может быть два дня подряд не будет отключения, может быть каждый день. Может быть каждый день. Продолжительность то же самое, потому что день на день не приходится. Бывает, что команду на применение графика дают в 9 часов утра и потом отмена графика в 16 часов вечера. Бывает, дают в 10 часов применить, а, например, в 23 отменить. Поэтому здесь от нас ничего не зависит. Поступает команда на ввод, мы вводим. Поступает команда на вывод, мы максимально быстро выводим. И вот то, что вы говорили, эти графики будут варьироваться. Да, планируется на 10 дней применить тот, который сейчас график. Через 10 дней внести изменения. То есть участки останутся те же самые. Единственное, будет перенесено время. Об этом, соответственно, тоже будет сообщено. Спасибо. Спасибо.